Друзья, всем привет! Вы на канале Python Today и сегодня мы напишем код парсера для одного популярного сайта игрушек. За несколько лет я выполнил 4 заказа, вот конкретно по одному этому сайту. Кому-то были нужны просто данные, а кто-то отслеживал скидки с сообщениями на почту и в Telegram. Большое спасибо, что поддерживаете меня как на ютубе, так и в нашей приватке на бусти. В конце следующей недели разыграем косарь за развернутый комментарий под видео. Ну и не забудьте подписаться на канал, для меня это лучшая награда. Само собой наш парсер будет на Python, это отличный инструмент для парсинга сайтов. И если вы хотите прокачать свои знания, сделать это быстро и качественно, то у партнера этого видео Mirion Academy есть огромное количество курсов, включая Python с нуля и Python Advanced. Академия ведет отличный канал на ютубе о технологиях с кучей полезной информации. Короткие информативные видео, объясняющие современные решения в программировании, помогут быстро получить необходимую информацию. Можно перейти по ссылке под кнопкой лайк в описании и изучить их ролики с простой и веселой подачей. А если же вы захотите пройти курсы в Mirion Academy, то для любого из них получите бесплатные уроки, чтобы понять подходят они вам или нет. Лекции по гид, гитхаб и написанию телеграм-ботов на Python вообще бесплатные. Ко всем урокам в подарок идет бесплатный интенсив по карьере, где расскажут, как сделать хорошее резюме и подготовиться к собеседованию. В Mirion Academy одна из самых доступных цен на рынке, ниже конкурентов в несколько раз. При этом преподаватели – действующие профессионалы с опытом работы в индустрии. Все курсы можно оплатить долями, разделив платеж на 4 или 6 равных частей, что позволит платить понемногу без переплат, а не сразу. Переходите на сайт Академии, подписывайтесь на ютуб канал и изучайте программирование с Mirion Academy по ссылке в описании. Окей. Установим необходимые нам сегодня модули. Requests, BeautifulSoup и LXML. Импортируем. Добавим еще CSV. Модуль пригодится для удобного просмотра результатов нашего с вами труда. Зададим две URL-переменные. Первая – это стартовая страница сайта, понадобится нам чуть позже. А вторая – с прямым адресом на все коллекции конструктора. Первым делом нам нужно собрать их, а затем уже наборы, которые лежат внутри каждой. Создадим функцию GetThemes. Надеюсь, что правильно произнес, а то в комментариях сидит столько англичан. Вынесем получение объекта BeautifulSoup в отдельную функцию. Делать это не обязательно, просто, на мой взгляд, так будет легче читать код. Да, кстати, в видео спрятана пасхалка, и кто первый напишет ответ в комментариях, получит еще одну тысячу рублей. Итого ты можешь забрать сразу два косаря. Смотри видео внимательно. Принимать она будет один параметр URL-адрес. Отправляем GetZapros на URL. И сразу возвращаем объект класса BeautifulSoup. Первым параметром передаем ответ запроса, а вторым название парсера. Я использую LXML. Создадим функцию Main. В ней будем вызывать наши функции. А также условие IfName равно Main, в котором вызываем функцию Main. Если вы пока не знаете, для чего нужно использовать данные условия, посмотрите в видео по всплывающей подсказке. Наша функция для спора коллекции будет принимать объект супа, а после уже извлекать из него данные. Нужная нам информация лежит в теге Section, в списке UL, в тегах Li. А именно название коллекции в заголовке H2. А также ссылка на нее в атрибуте href, тега A. Я не стал цепляться к классам, так как судя по странному названию, возможно они меняются динамически, что может привести в дальнейшем к ошибке в работе парсера. Решил обратиться к тегам напрямую. Сначала найдем нужный список UL, а затем заберем все его теги Li. Создадим список под коллекции. Пробегаемся циклом по полученному списку с тегами Li. Сформируем словарь. Ключом в первой паре будет название коллекции. Находится оно в заголовке H2. Внутри тега Span. Ключом второй пары, как вы уже догадались, будет URL, а значением часть ссылки из атрибута href тега A. Сделаем полноценную ссылку, добавив домен. Находится он у нас выше, в ранее созданной переменной URL-мейн. Далее наполняем наш список полученными словарями, используя метод append и возвращаем полученный результат. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вызываем функцию getSup. Передаем в нее URL-адрес с коллекциями. Функция вернет нам объект BeautifulSup. Далее вызываем функцию, которая отвечает за сбор коллекций. Передаем в нее полученный выше объект супа. И выведем результат на печать. Посмотрим, что у нас получилось собрать. Запускаем скрипт. Немного подождем. И получаем в терминал список из словарей. Давайте для лучшей наглядности запишем данные в CSV-файл. Кто давно на канале, знает, что я предпочитаю сохранять данные на всякий случай. Делается это быстро и просто и позволяет избежать потери данных. Сохраним ключи в отдельной переменной. Они будут названиями столбцов в нашем файле. Используем контекстный менеджер WIS, open, задаем название для файла. Указываем флаг W для записи. Первым делом записываем название столбцов. А после название коллекции со ссылками на них. Запустим скрипт еще раз. На этот раз в директории появился CSV-файл. Посмотрим, что в нем. Мы получили какие-то данные. Давайте проверим. Последняя коллекция это LEGO Technic. Перейдем по ссылке. И все супер, наш код работает. Едем дальше. Самое сложное позади. Теперь нам нужно написать функцию, которая будет проходить по ссылкам коллекции и сохранять данные о наборах. Такие как возраст, количество деталей, рейтинг, стоимость, скидку, которая встречается очень редко. Но она есть и для этого нужно написать отдельное условие. Ну и само собой название набора. Кроме того, обратите внимание, в некоторых коллекциях присутствует пагинация. То есть наборы находятся на нескольких страницах. Это еще одно дополнительное условие, с которого мы и начнем. Немного модернизируем нашу первую функцию getSub. Добавим еще один параметр. Страницу по дефолту равную единице. И напишем условие. Если пэдж равно 1, то мы, как и ранее, просто выполняем единичный запрос. Напомню, ведет он на страницу с коллекциями. А вот иначе добавим к URL-адресу следующие параметры. Page. А также offset со значением равным нулю. Этот запрос мы будем применять при переходе в коллекцию и сборе данных с нескольких страниц, если таковые присутствуют. Напишем функцию getToysPages для получения количества наборов и страниц, на которых они располагаются. Функция будет принимать объект супа. Общее количество наборов мы можем извлечь как из текста, так, например, и из атрибута dataValue тега span. Мне по душе второй вариант. Находим span с атрибутом dataValue. Забираем первый и единственный элемент. И получаем информацию из атрибута с помощью метода get. После чего преобразовываем полученную строку в целое число. Осталось получить количество страниц. На каждой из них максимум по 18 наборов. Применим целочисленное деление и получим значение отделения общего количества наборов из коллекции на 18. И прибавим единицу. Наша функция будет возвращать количество наборов и количество страниц. Давайте протестируем, что мы тут написали. Вызываем функцию. Возьмем страницу, на которой нет погенации. Отправим на нее запрос. Вызываем функцию. Передаем в нее объект супа. Запускаем скрипт. И получаем 17 наборов на одной странице. Сверим. Супер. Теперь возьмем коллекцию, в которой больше одной страницы с наборами. Пробуем. Все отлично, получаем верные данные. Наш код пока работает. Переходим к самому интересному, сбору данных. Создадим функцию GetToysValues. Принимать она будет объект супа, а также имя коллекции. Пускай по дефолту это будет Marvel. Там просто точно есть цена со скидкой, которую нам нужно обработать. Для начала соберем все наборы со страницы. Находятся они в списке UL с IDшником ProductListingGrid. В тегах Li у каждого тега с набором есть атрибут DataTest со значением ProductItem. По нему и отфильтруем наборы. Находим все теги Li. И добавляем фильтрацию по атрибуту DataTest. Чтобы понять, на верном ли мы пути, давайте найдем названия и выведем их на печать. Пробегаемся циклом по списку с наборами. Название находится в заголовке H3. Выведем его на печать. Вызовем нашу функцию. Запускаем скрипт. И получаем все названия со страницы. Мы на верном пути. Чтобы не мучить сайт, давайте на время написания кода разово сохраним HTML-страницу. А уже после будем работать именно с сохраненной версией. Кроме того, что перестанем отправлять ненужные сейчас запросы, так мы еще и значительно увеличим скорость ответа. Ведь работать теперь будем с сохраненной HTML-разметкой. Запустим код еще раз. И теперь у нас есть сохраненная HTML-страница со всеми данными. Попробуем запустить парсер. Появились какие-то лишние переносы строк. Обрежем. И теперь все окей. Мы работаем с сохраненной версией сайта. Соберем данные о возрасте, количестве деталей и рейтинге, если таковой присутствует. Информация содержится в тегах span блока div с data-атрибутом dataTest и следующим значением. Соберем значения из данных span-тегов в список. Сначала находим div с атрибутом dataTest и нужным значением. После чего теги span. А затем достанем из них текст с помощью конструкции listComprehension. Попробуем вывести на печать. Запускаем скрипт. И красота. Получаем данные. Обратите внимание, что далеко не все наборы имеют рейтинг. Кое-где также нет данных о количестве деталей. Но посмотрим внимательней. В возрасте присутствует знак плюса. А в оценке всегда есть точка. Решим задачу с помощью нехитрого условия и вынесем его в отдельную функцию getToysInfo. Создадим словарь под данные. И напишем простое условие if-else. Если у нас в строке присутствует плюс, то добавляем значение в ключ возраст. Если встречается точка, то это рейтинг. А иначе количество деталей. Все просто. Вызовем новую функцию внутри функции getToysValues. И передадим в нее собранные ранее с помощью конструкции listComprehension данные. Выведем результат в терминал. Попробуем запустить скрипт. Все круто. Код работает. Едем дальше. Теперь заберем цену набора. Было бы совсем просто, если бы кое-где не присутствовала скидка. Создадим функцию getPrice. Принимать она будет объект набора. Находим div, в котором хранится стоимость. Со следующим атрибутом. Внутри div находится либо один спан с текущей стоимостью. Получим сразу из него значение. Либо несколько, если имеется скидка. Можно было бы проверять количество спанов в divi, но я решил собрать весь текст из них. И написать условие, что если в собранном тексте присутствует знак процента, то значит будет и тег спан со скидкой. Заберем его значение. В таком случае возвращаем оба значения. Иначе только текущую стоимость и ноль. Вызовем функцию. И выведем результат на печать. Все окей. Сформируем словарь с данными. Имя. Коллекцию. Возраст. Количество деталей. Рейтинг. Прайс. И скидка. Создадим список ToysData. И на каждой итерации будем пополнять его данными. После чего возвращать результат. Давайте также сохраним данные в CSV файл, скопировав предыдущий код, чтобы наглядно посмотреть, что же у нас получилось. Запускаем скрипт. Появился CSV файл. И все вроде бы неплохо. Сверим рандомный набор с сайтом. Возраст, количество деталей, рейтинг, цена. Все совпадает. Отлично. Нам лишь осталось дописать код для хождения по страницам коллекций. И если вам интересно продолжение, обязательно дайте мне об этом знать. Покажу вам, как собрать все данные и сохранить их в базу данных. Код проекта вы, как всегда, найдете в нашем телеграм-канале и на гитхабе по ссылке в описании. Друзья, огромное спасибо за просмотр. Будьте здоровы. Всем пока.